всем привет мои хорошие получила я заказе к faberlic на этот раз я заказала в основном не для лица вообще для лица ничего не заказывала а заказывала разные немножечко другие вещи но первое что я хочу показать это вот чехол для стирки без галтеров вот такой вот чехол вот здесь он на молнии ну-ка посмотрим сейчас раскрываем вообще мне нравится вот здесь такая сеточка сеточка и в общем эта сеточка имеет определенную форму то есть бюстгальтер туда раз сложили положили и будет он стираться в этом чехле бюстгальтера я надеюсь будут дольше тогда сохраняться потому что обычно когда их стираешь стиральные машинки у них потом резинки растягиваются а потом крючки могут зацепиться до как за какую-то другую одежду и в общем я думаю что вот этот чехол будет теперь беречь бюстгальтера и они будут дольше сохранять свою форму в общем хорошее приобретение еще я взяла саше для одежды ну во первых вот на все что я взяла в основном была акция все это со скидочками дешевле чем обычно и вот такие вот цветочный вальс один цветочный вальс это цветами запах вишневый сад запах вишни и цитрусовый джаз но я хочу открыть один хотя бы сейчас понюхать и посмотреть как он там внутри выглядит сразу запах пошел вот такая штучка вот и уже идет запах апельсинов апельсиновый запах ну у меня разные отделы в шкафу я хочу туда их повесить вообще это можно вешать даже в машину но они правда не долго сохраняют свой запах где-то может быть месяц не знаю ну по крайней мере вот такие сделаны дорогие думаю посмотрю попробую что это такое ну вот мне вишневый сад тоже хочется понюхать я просто приоткрою ну правда вишни такой пахнет прям как когда много вишни фруктами ну приятный запах еще я взяла водный спрей для разглаживания белья просто иногда бывает когда белье повисела в шкафу и где-то там может быть что-то чуть-чуть примялась то есть она не то что будет прям гладить белью я не думаю что он будет прям гладить чтобы не доставать отпариватель для белья иногда может быть некоторые складочки небольшие можно будет просто по пшикать и возможно вот она будет разглаживать белье ну по крайней мере я это попробую а еще я взяла нейтрализатор запахов вообще было много там разных освежителей для воздуха но освежители все они имеют какой-то определенный запах а вообще когда лето жара ну и вообще не все запахи я например переношу и мне вот захотелось взять нейтрализатор запах то есть если запахи какие-то неприятные пошли даже мусорное ведро там туалет или еще что-то или но здесь у меня никто не курит но вообще-то кто курит тоже я думаю что вот это вот нейтрализатор запахов будет как раз очень кстати не интересно он имеет какой-нибудь запах или нет сам по себе я попробую у него такой легкий легкий запах свежести свежего белья наверное вот что-то такое приятный приятный очень приятный запах но это вот то для помещения что нужно вот мне например это больше нужно чем освежитель воздуха еще я взяла сухой шампунь ну сухой шампунь вообще моя дочка им пользовалась она брала я смотрю она иногда бывает сухим шампунем раз-раз и побежала ну когда нету времени там что-то помыть голову у меня волосы жирнеют быстро то есть практически ну вот вчера я голову помыла сегодня еще нормально завтра уже будет все и надо будет вот может быть если не будет времени помыть голову попробовать сухим шампунем сейчас я пробовать не буду голова чистая не буду ее портить а вообще вот я взяла чтобы это было я думаю что оно пригодится мне дальше я взяла ванночку для ног это там такие гранулы баночки ванночка для ног расслабляющие она идет с экстрактом шиповника и если ноги устали можно принять ванночку вообще хорошо перед педикюром тоже вот именно подготовить ноги тоже теплую воду там 1-2 столовые ложки и и на 15-20 минут ноги опускаем и все ну вот я попробую и перед педикюром и попробую может быть так если ноги устали ванночку принять я думаю что это будет хорошо для ног но раз ноги действительно хочется ванночку опустить уставшие а вот как раз добавить ванночку нечего было мне сейчас мне уже вот я буду добавлять вот эти грамму ну и напоследок остались у меня вкусняшки вот такие печеньки я уже брала и они мне очень понравились во первых они очень вкусные удобно то что каждое печенье можно положить в сумочку взять с собой там где-то перекусить я взяла печеньки все разные разных вкусов со вкусом лимона со вкусом ванильного шоколада и со вкусом клубники прошлый раз я брала со вкусом шоколада и лимона со вкусом клубники я еще не брала но само по себе печенье вот вообще основа вот это все из чего оно состоит оно очень вкусно и полезно это для тех кто на похудении на диете находится то есть если печенье нам принципе нельзя тем кто худеет а это печенье можно она как раз таки снизит аппетит и в то же время оно полезно и здесь злаки в общем разные все что нужно для организма для очищения и так далее это очень полезно к сожалению взяла только три а мне хотелось и взять больше другой раз еще раз буду заказывает так по чуть-чуть но это не то чтобы прям сильно баловаться печенье но иногда вы хочется чего-то вкусненького в общем вкусное печенье берите ну и еще и взяла вот такой кофейный напиток это тоже для похудения для тех кто на диете для тех кто худеет это такой вот кофейный напиток легкий кофе силуэт называется и даже можно с собой взять также пакетик бросить сумочку и там где-то печенечку с напиточком попить ну я взяла это попробовать я не помню брала прошлый раз я это или другое по-моему другое брала но на этот раз я решила взять попробовать вот это а вообще я сейчас возьму растворю вот этот напиток и возьму как раз печенье клубничное я не пробовала и попробую клубничное печенье сейчас мы это будем пробовать ну вот содержимое пакетика я растворила там написано 150 200 миллилитров горячей воды и все ну 150 миллилитров я растворила сейчас я попробую на вкус на вкус кофейный напиток вполне даже нормальный приемлемый но вообще немножечко горьковатый и если его пить без сахара если кто без сахара то тогда наверно водички лучше больше добавить будет такой кофейный напиток но он не будет догорчить вот а если такой концентрированный выпить ну я добавила наверно таблеточку сахарозаменителя но это вы уже смотрите сами если сахар сахар вы не не употребляйте если на похудение то тогда просто на 200 миллилитров лучше растворить и все вот и печенька открыла я здесь такие вижу вкрапление клубнички сушеной попробую вообще печенье очень вкусно и кстати говоря но сладенькая довольно таки поэтому если запивать вот этим напитком то его даже и подслащивать не нужно вполне очень даже сочетается в общем даже не буду туда добавлять сахарозаменитель с этим печеньем если то то да то что нужно вообще печенье очень интересное там очень интересный вкус и мне интересно посмотреть что там составе такого хорошего есть она же диетическое правильно смесь много композитная мука пшеничная клетчатка овощная клетчатка пшеницы мука льняная отруби пшеничные мука овсяная мука соевая обезжиренная хлопья овсяные цукаты масло подсолнечное яйцо куриное мед цветочный кефир обезжиренный молоко обезжиренное закваска на кефирных грибках соль поваренная порошок пекарский ароматизатор специи мускат имбирь корица консервант белки 2,6 жиры 4 углеводы 3,3 59,7 килокалорий ну в общем такое печенье ну а называется контроль поэтому я думаю что то что там находится в составе оно как раз нужно необходимо для организма и ничего здесь такого вредного нет в общем очень вкусно и полезно печенье советую вам берите мне понравилось ну а на этом все в общем я вам показала все что я взяла и я думаю что все взяла то что нужно ему как говорится да ну что мои хорошие на этом заканчиваю свое видео кому понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока-пока